Более полутора тысяч югорских семей в этом учебном году тратят средства материнского капитала на образование для детей. Это второе по популярности направление после улучшения жилищных условий. Что примечательно, средством от капитала разрешается направить также на оплату студенческого общежития, занятию репетитора, кружки и секции, курсы иностранного языка, автошколу. Главное условие – лицензия на предоставляемые услуги. Кроме того, потратить материнский капитал можно не только на первое, но и на второе высшее образование. Что касается детских садов, оплатить пребывание в нем родители могут сразу после рождения ребенка. По программам основного и дополнительного образования траты возможны только после того, как малышу исполнится три года. Использовать деньги можно на любого из детей. У нас Коля закончил 11 классов и пошел в наш колледж Коголымский политехнический. И мы поступили в колледж и воспользовались материнским капиталом. Я скажу, это очень здорово. Это очень помогло нашей семье, так как у нас еще есть сбои деток маленьких. Потому что образование – это важно. Чтобы родителям студентов было проще направить материнский капитал на обучение, отделение социального фонда «Пахмао-Югре» заключило соглашение с шести высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведениям по запросу социального фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении материнским капиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте СФР.